Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях министр промышленности и геологии Республики Саха, Якутия Андрей Панов. Андрей Анатольевич, я вас приветствую. Вы участвовали на общественных слушаниях, недавно прошедших, по строительству в Якутии метанолового завода. Скажите, пожалуйста, каково ваше мнение в целом по этому поводу, касательно строительства завода? Действительно, не так давно в общественной палате мы проводили обсуждение проекта строительства метанольного завода на территории Республики Саха, Якутия. Инициатором данного проекта на сегодня является компания ЕТЭК, которая имеет на территории Республики несколько газовых месторождений, газ из которых они хотели бы, ну так называем, монетизировать. Дело в том, что у нас сегодня в Республике, если говорить в целом о Республике Саха, Якутия, действуют четыре газотранспортных схемы, которые действуют независимо друг от друга и практически за пределы Республики Саха, Якутия газ мы не реализуем. Соответственно, тот потенциал, который хранят наши месторождения, он ограничивается внутренним рынком. Это, значит, для производства тепловой, электрической энергии, ну и на хозбутовые нужды населения. Соответственно, тот потенциал, который содержится в месторождениях, мог бы дополнительно принести Республике Саха, Якутия дополнительные налоговые поступления, создать рабочие места, ну и, соответственно, повлечь за собой развитие региона. Но для этого нам необходимо появление потребителя на территории Республики, либо за ее пределами. За ее пределами сейчас этот проект реализуется в рамках строительства газопровода «Сила Сибири». Когда будет построена «Сила Сибири», в дальнейшем мы сможем реализовать газ якутских месторождений на территорию за пределы Республики Саха, Якутия и далее за пределы Российской Федерации. Это Западная Якутия, Южная Якутия, где пройдет этот газопровод. Что касается центральной нашей части, Вилюйская группа улусов и так далее, где у нас как раз есть свои месторождения, да, к сожалению, у нас пока возможности подключиться к Силе Сибири нет, поэтому мы рассматриваем все возможности и все представления инвесторов о строительстве крупного потребителя на территории Республики. Сегодня у нас основной потребитель, это, конечно, население и промышленные предприятия, но промышленные предприятия не в таких масштабах. В среднем где-то порядка 2 миллиардов в год по республике мы добываем газа и он потребляется здесь на территории. Мы могли бы нарастить эту цифру. Появись у нас как бы дополнительный потребитель, который купит этот газ либо, значит, для переработки, либо для транспортировки его в дальнейшем. Вот компания ИТЭК предложила один из вариантов строительства на территории Центральной Якутии завода, который будет потреблять дополнительно газ и производить из него метанол. Изначально, значит, это был проект по метанолу, но мы предлагаем компании рассмотреть возможности, и сейчас такие переговоры ведутся, и, в принципе, компания ИТЭК идет навстречу, для того, чтобы метанол, это был первый передел в дальнейшем по производству топлива на территории Республики Саха-Якутия из этого метанола. Это позволило бы нам снизить северный завоз, улучшить, значит, логистику у себя в республике, ну и получать более качественное, более дешевое топливо на территории Республики Саха-Якутия, о чем говорит, в принципе, население. Помимо этого, какие еще плюсы вот этого проекта? Я, в принципе, в целом говорю о крупном потребителе, именно, а не конкретно о данном метанольном заводе, чтобы вы понимали. Потому что у нас сегодня газ со Средневилюйского месторождения, в дальнейшем идет на Центральную Якутию, ну и далее он идет по магистральному газопроводу Козелсоя в мостах Якутск. И сегодня этот газопровод, он в пиковые часы, в пиковые нагрузки загружен где-то на 50%. То есть у нас есть хороший потенциал для транспортировки по газовым сетям государственной компании Саха-Траснефтегаз дополнительного объема газа. И оказывая услуги по транспортировке для кого-либо, в том числе вот для этого перерабатывающего завода газа, наша государственная компания Саха-Траснефтегаз могла бы получить дополнительную прибыль, заработать дополнительные деньги и за счет этого произвести как снижение тарифа для населения и для остальных потребителей, так и для развития систем газоснабжения, которое она обслуживает, в том числе повышение надежности. В рамках строительства вот этого завода мы в том числе порабатываем вопросы по повышению надежности. Это по строительству отдельных участков. Например, у нас отсутствует участок третьей нитки на протяжении 82 километров. Это участок, называемый Кызылсыр-84. Там у нас, когда строили третью нитку, основное газоснабжение региона велось с мостовского месторождения. И вот этот участок третьей нитки не был достроен в рамках того проекта. И сейчас мы ведем работы с правительством Российской Федерации, чтобы они помогли нам построить этот газопровод для снабжения населения в дальнейшем, но и для повышения надежности. Потому что первая нитка у нас уже практически 100% износ, вторая нитка тоже с износом. Поэтому постоянно ведутся такие работы по повышению надежности. В рамках этого мы, допустим, в прошлом году закончили работы по строительству подводного перехода. Вложили порядка 700 миллионов. Ну и вот этот участок газовых сетей, он бы, конечно, увеличил надежность газоснабжения центрального региона и всех жителей, основных, которые запитаны от газовых сетей САХ-Транснефтегаз, надежным газоснабжением. Поэтому в рамках этого, конечно, и реализации вот этого проекта, который предлагает ИТЭК, эти варианты все просматриваются, предлагаются. И мы планируем, что в случае реализации этого проекта это будет большой плюс для, во-первых, для газотранспортной системы, для ее надежности. Второе, это возможность для САХ-Транснефтегаза получить дополнительные объемы по реализации. И третье, это возможность снизить тариф для населения и для предприятий, которые сегодня САХ-Транснефтегаз предлагает при транспортировке по своим сетям за счет увеличения объема. Андрей Анатольевич, вот вы говорите о плюсах, но было бы, наверное, логично сказать и о минусах. Есть ли таковые? Согласен. Значит, сегодня вот оппоненты, да, и кто за и против, да, высказывают определенные опасения. Ну, например, такие опасения, что нет возможности строить на вечной мерзлоте такие объекты. Ну, на самом деле, это не совсем правильно. Сегодня у нас, ну, тот же Якутский газоперерабатывающий завод, он стоит на вечной мерзлоте, САХ-Транснефтегаза, и ничего с ним не происходит, работает много лет. Строят у нас вплоть до гидроэлектростанции, вы знаете, да, подземных шахт, рудников и так далее, и так далее. То есть, в этом проблем никаких нет, и эксперты здесь, в принципе, дают положительную оценку в этом направлении. Есть, конечно, определенные моменты, где нужно проводить изыскания, но перед тем, как строят, всегда проводят изыскания, изучают грунты и говорят, что здесь подвижные грунты, здесь грунты позволяют для строительства. Поэтому сейчас компании «ИТЭК» заказаны эти работы, будут проводиться изыскания, потом эти изыскания будут представлены на суд общественности, на суд экспертов, которые уже конкретно скажут, действительно, проблематично ли строить в этом месте, либо лучше выбрать другое. Потом задаются вопросы, да, ну, это из минусов, если как бы как говорят, почему строят именно, допустим, в Центральной Якутии, да, а не в Валдане. Ну, я еще раз объясню, потому что в Валдане там газопровод «Газпрома», свои месторождения, а здесь у нас месторождение «ИТЭК», где работают, в том числе, якутяне все практически, и газопровод, газоснабжающая организация якутская, да, государственная, Сахат Роснефтегаза, который нам необходимо, в принципе, загрузить. Поэтому именно здесь выбрано место. Ну, Мегина-Кангалаский, УЛУС, вообще отдельная тема, да, 95% дотационный бюджет, то есть там необходимо создавать какое-то производство. Я, как министр промышленности, вообще поддерживаю проекты любые, связанные с развитием производства, развитием промышленности, в том числе и по созданию газопереработки на территории Республики Сахар-Якутия. Поэтому надо обязательно главе района, да, депутатам обращать на это внимание. Необходимо наращивать собственные объемы налоговых отчислений и поступлений. Это можно сделать, развивая промышленность. Такой вопрос. Вот при строительстве завода, да, планируется, что мы будем поставлять страны Азии, правильно, продукцию. Что останется в республике, есть ли в этом необходимости? Так как один вопрос. И второй. При этом снизится ли цена газа для нас, вот именно в республике? Ну, я вам сказал уже, что цена газа, значит, есть вероятность по снижению цены газа. Цена газа у нас делится на несколько составляющих. Это цена добычи газа. Это то, что компания ИТЭК при добыче, значит, включая свою цену, в дальнейшем предлагает в общую цену. Цена газа на транспортировку и обслуживание. Это также цена делится на транспортировку по магистральным газопроводам, по распредсетям и на обслуживание. Там цена еще. Соответственно, по распредсетям это не коснется, обслуживания нет. А вот в части транспортировки по магистральному газопроводу, ну, можете понять. Сегодня, грубо говоря, мы транспортируем, ну, где-то миллиард семьсот, а будем в два раза больше транспортировать. Соответственно, цена существенно должна снизиться. Поэтому затраты практически останутся постоянно в этом направлении. Также у ИТЭКа, по крайней мере, мы сегодня ведем переговоры в таком ключе, говоря о том, что компания будет в дальнейшем увеличивать объемы производства, будет разбуривать месторождения, создаст при этом рабочие места. Но, тем не менее, объем производства у них увеличится, объем переработки увеличится. Соответственно, возможно снижение цены и с той стороны, на добычу. Соответственно, две вот этих составляющие несут в себе достаточно существенные предпосылки для снижения цены на газ в случае реализации этого проекта для населения и для предприятий. В Якутии в этом году было предусмотрено свыше одного миллиарда рублей на годификацию из небюджетных средств. Достигнуты ли плановые показатели в этой области? Да, сегодня все идет по плану. Порядка 700 миллионов рублей – это у нас средства компании РИК на газификацию, по программе газификации, которая действует в республике Саха-Якутия. Остальные средства, но больше 350 миллионов – это средства Сахатраснефтегаз, амортизация на восстановление основных фондов, на ремонтные работы и так далее. На замену сетей, опять же, повышение надежности газоснабжения. И, значит, часть средств – это Сахатраснефтегаз, которые тоже строят за счет своих средств газовые сети по территории Миринского района. Сегодня у нас, в принципе, работы ведутся планово. Основной упор сделан на три района – это Мегино-Кангаласский, Горный район и Чуропчинский район. Андрей Анатольевич, я благодарю Вас за беседу. И нашим телезрителям я напоминаю о том, что у нас в гостях был министр промышленности и геологии Республики Саха-Якутия Андрей Панов. Оставайтесь на нашем канале, и мы обязательно обсудим самые важные темы. Всего доброго. С вами. Продолжение следует...